Перед взлетом на сцене Оренбургского драматического театра прошли последние репетиции легендарного спектакля «Боинг-Боинг». Уже завтра культовую постановку представят оренбургским зрителям. Эта пьеса давно стала легендой не только во Франции, но и во всем мире. Она даже вписана в книгу рекордов Гиннесса. На театральных подмостках пьесу ставили несколько тысяч раз. Теперь «Боинг» долетел и до Оренбурга. Одной из первых постановку увидела наша Екатерина Волкова. А если честно, мне стало легче. Последнее наставление режиссера – закрепление сцен, и вот он долгожданный контрольный прогон. Финальная репетиция перед премьерой. К ней актеры готовились больше полугода и очень волнуются. Ведь «Боинг-Боинг» – одна из легенд французской драматургии. Пьеса Марка Камалетти облетела практически весь мир. И теперь, благодаря постановке Александра Федорова, ее смогут увидеть и оренбургские зрители. У нас самобытные актеры, у нас свои актеры, своя у них психофизика, своя история жизненная. И поэтому это накладывает свой отпечаток на то, как они играют эту роль. Поэтому это уже априори будет все по-другому. Сохранен лишь сюжет пьесы. История разворачивается в Париже. Молодой архитектор Бернард организовал личную жизнь в соответствии с расписанием авиарейсов. Ведь его возлюбленные – стюардессы, спешащие к нему из разных континентов. Два дня, Мэри. Так, затем. Два дня, Мишель. И два дня. Ну это же Дон Жоан современный. Его играть очень сложно, потому что надо любить всех, всех их троих женщин, вот этих стюардесс. А любовь на сцене играть очень сложно, поэтому надо... Ну, это трудоемкий очень путь был, вот чисто для меня. Я готова, Талли. Не просто далась роль свободолюбивой американки Лейли Гусейновой. Хотя стюардесс в подругах немало. Воплощать чужие привычки, манеры поведения, тем более иностранке, актрисе давалось немного сложновато. Но, говорит, старалась и надеется, что задуманный режиссером образ получился. Моя не коварная, она, наверное, очень властная, стервозная в какой-то степени. Такая самая, наверное... Неприемлющая соперница. Ну, наверное, да. В итоге все три стюардессы соберутся вместе и хитроумному парижанину придется заворачиваться. А вот получится ли это? Пусть останется интрига. Новая постановка – еще один серьезный экзамен для режиссера. Но Александр Федоров верит в успех. Ведь зритель, по его мнению, диктует свои правила. А значит, спектакль зазвучит по-новому. А насколько стремительно будет взлет Боинга, станет известно уже завтра, на первой премьере. Начало показа – 18.30. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время.